Продолжение следует... Журналисты «Народная газета» Егора Титова о том, что со следующей недели в регионе отключат подачу отопления в городские квартиры, очень даже в тему. Нужда в горячих батареях в жилых домах постепенно сходит на нет. В этом году поступали жалобы как на перетоп, так и на недотоп примерно в равных количествах. К примеру, в Дмитровграде отопление уже отключили в 31 доме. Подробнее в материале «Готовься к зиме-лето». Рубрика «Будь здоровь» рассказывает о правильном и безболезненном переходе с вредной еды на полезную. Если человек вдруг решает отказаться от пиццы, гамбургеров и кока-колы, резко заменяя их на шпинат, морсы и каши, желудочно-кишечный тракт может воспринять эту новость штыки. Ответ поступит в виде расстройства желудка, спазмов и боли в кишечнике. Любая смена привычек – это стресс для организма. Меняйтесь грамотно. Заключительная полоса по скриптуму располосилась на сей раз с конвордом. Коротаем время с пользой для ума, а также не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах Народки. К региональным журналам. Продолжая обзор весеннего номера историко-краеведческого и культурно-просветительского журнала «Мономах», посвященного знаменитым женщинам Ульяновской области. Журнал знакомит читателей с историей театрального счастья. Именно так звучит название статьи, посвященной актрисе Ульяновского драматического театра имени Гончарова Ильи Радиной. О том, как актриса стала звездой фронтовых театров, о работе с композитором Василием Соловьевым-Седым и о таланте, которую окрылял сотни бойцов, знакомимся на страницах раздела «Память сердца». О счастливом семейном союзе Аркадия Ягуткина и Галины Печоркиной трепетно и нежно повествует Ольга Григорьева. Семейному очугу этих удивительных людей исполнилось уже 60 лет. В материале «Симфония жизни» можно познакомиться с творческим становлением народного художника России Аркадия Ефимовича Ягуткина, а также с красочными иллюстрациями его работ, на которых изображена муза художника и исторические личности отечественной культуры XX века. О выдающемся ульяновском офтальмологе Валентине Викториновне Малининой, о ее уникальных нововведениях в областной офтальмологии «Тысячах счастливых пациентов» знакомимся в материале «Доктор ВВ». В новом номере толстого литературного журнала «Симпирск» заслуживает внимание стихотворные подборки современных поэтов России. Николай Переяслав знакомит читателей со своими творениями «Сростки» на Лермонтовской поляне, «Купание» в ванне Медичи, «Шум времени», «Пушкин» к Достоевскому и другие. Заслуживает внимание творчества молодого поэта из Севастополя из Тихона Синицына. Знакомимся с его стихами «Февральские окна», «Поэт», «Пробуждение», «Свобода» и другие. Листаем страницы и также знакомимся с творчеством московской поэтессы Елены Фроловой и ульяновского краеведа и поэда Ивана Севапляса, который представляет на суд читателей цикл «Дневник доча». Знакомимся с поэзией лауреата премии «Первая роса» Влады Митрофановой. На первой цветной вкладке любуемся рисунками и фотографиями Тихона Синицына, основанных по крымским мотивам. И заряжаемся ярким настроением от рисунков Ирины Абуталиповой. О других не менее заметных материалах журнала «Симбирск» расскажу в следующих выпусках. Единственный региональный журнал для детей и юношества «Симбик» рассказывает, как самостоятельно сделать мармелад. Этот десерт очень укрепляет костно-мышечную систему, особенно у спортсменов. С кулинарными рецептами знакомимся в рубрике «Будь здоров». А вот в рубрике «Проба пера» читаем увлекательный рассказ Алексея Ильичева Морозова «Лучники». Мои любимые рубрики журнала «Природа слова» увлекают фразеологизм и «кот наплакал», что означает «очень-очень мало», или «прятаться под личиной», это значит «находиться под ложной маской». Также между делом коротаем время за гроссвордом и раскраской с домиком, прудом, утятами и цаплей. К национальным изданиям передовица газеты «Елгат» на мордовском языке рассказывает, как в Ульяновской области написали диктанты на макшанском и ирзянском языках. Организатором мероприятия является Поволжский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. Подробнее на страницах издания. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Максим Скворцов рассказывает о мастере спорта СССР по тяжелой атлетике Касиме Гелезеидинове, который отметил 80-летний юбилей прямо на соревнованиях первенства России по гиревому спорту среди ветеранов столицы Чувашии – Чебоксарах, где занял третье место в абсолютном зачете. Знакомимся с героем на страницах спортивного вестника. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках «Роспечати» или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю.